Музыка Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хочу рассказать вам о ежедневнике план Е после года использования и также в конце этого видео вас будет ждать сюрприз, поэтому советую досмотреть до конца по понятным причинам за полной насти ежедневника я не буду вам уже показывать все страницы прямо близко-близко, кому интересно рассмотреть все внутренности ежедневника какие там есть таблицы, страницы как там все подробно это организовано я вам оставлю ссылку на мое прошлогоднее видео где я все это показывала вот так вот прям близко, рассказывала конкретно про каждую страничку вот выезжает это видео можно посмотреть, если вам это интересно но сегодня я хочу рассказать именно о моем опыте что я использовала, что я не использовала вот так выглядит первая страница здесь такие карманчики для того, чтобы туда посасовывать всякую кучу стикеров визиток и так далее у меня, собственно, это здесь так и есть тут целая куча всякого добра всяких бумажек билеты с концерта так, что здесь есть такого, чем я пользовалась тут, видите, я тоже всякие стикеры, видите, видите вот, понаклеивала что-то еще улетело первая таблица, которыми я пользовалась и что мне очень понравилось что я тоже буду делать в следующем году это вот такие вот страницы видно там что-то короче, по месяцам у меня ежедневник, кстати, был на украинском и есть страница про витаты поздравить и разделены вот страница отдельно январь, февраль, март апрель, май, июль и так далее и на 31 день кого нужно поздравить в какой день это было очень удобно и я прям у меня прям глаза открылись я этим пользовалась и буду пользоваться и в следующем году потом были вот такие вот страницы ключевых целей их ну, ключевые цели их я вам могу показать потому что они у меня просто в первозданном виде то есть здесь вот такие вот видите кружочки и тут нужно было записывать видимо что-то основное и потом как бы расписывать эту цель но вот это у меня как-то не пошло не знаю почему возможно у кого-то это пойдет у меня как-то не пошло зато у меня пошли вот такие вот кружочки сейчас тоже опять же как вам показать вот по всему у меня там было напихано гораздо больше чем я думала вот такие вот кружочки хочу на одной странице хочу в этом году и здесь хочу в следующем году я их позаполняла позаполняла еще большинство из них тогда когда только начинала пользоваться ежедневника там в конце декабря в начале января и сейчас мне очень интересно это перечитывать я здесь даже ставила галочки у того что я уже уже сделала например ну да кто в рукодельной теме не вышивать много работ одновременно снова вышить спокойствие храбрости мудрость закончить амирую вышиванку вышить как можно больше елочных игрушек вышить мужскую вышиванку а лучше две пошить фиолетовый костюм для танца кстати так и не пошила но пошила другой попробовать вязать надо поставить галочку ну и так далее и тому подобное ну фактически все из того что мне вот прям пришло в голову на момент заполнения этих кружочков в начале этого года фактически все я сделала так поехали дальше вот такие вот странички у меня тоже немножко как-то то же самое хочу только на каждый месяц вот они у меня как-то не пошли возможно нужно было эти страницы вообще что очень классно в таких ежедневниках которые на кольцах что можно переставлять это все куда хочешь то есть как-то под себя это все подгонять поэтому если бы я сейчас начинала заново пользоваться этим ежедневником я бы вот эти вот страницы не оставляла вот так вот впереди а я бы их поставила перед каждым месяцем и тогда я думаю что сто процентов я бы ими пользовалась так такие страницы и потом были страницы да вот они короче подия тыжня события недели видите у меня фактически эта страница заполнена пусть я же могу это доставать ну так иди сюда вот вот такая вот страница события недели и видите недели до соответственно 53 тут даже я заполняла все это дело до конца августа но вот дальше тоже почему-то я забывала это делать это очень интересно и действительно вот если сейчас на это все посмотреть на каждой неделе у меня случалось что-то какое-то мини знаменательное событие то есть посмотреть вот на каждую неделю там на дачу к подруге одна неделя потом следующая неделя открыли купальный сезон потом следующая неделя закончила живой огонь картину то есть вот подумать каждую неделю происходит что-то маленькое но происходит и мне жалко я просто забывала опять потому что это было в начале ежедневника я забывала этим пользоваться потом я вспоминала об этом уже спустя недели три потом начинала перелистывать сам ежедневник искать что же там происходило и туда вписывать уже так знаете задним числом но я думаю что это все дело в моей неорганизованности по крайней мере вот в этом плане и нужно было как-то возможно эти страницы опять же передвигать то есть вот неделя или хотя бы в начале месяца ее как-то передвигать вот это вот знаете месяц прошел достали переставили месяц прошел достали переставили а лучше вот чтобы каждую неделю она ходила за тобой ходили эти листы это не так много времени но зато оно постоянно будет попадаться на глаза но это у меня вообще глобальная по жизни проблема что если мне что-то не попадается на глаза Я про это забываю. То есть реально я продукты в холодильнике могу потерять, потому что они стоят в ненавидном месте. Это мой личный заскок. Так, полезные контакты тоже. Как-то у меня все было в телефоне, зато я пользовалась здесь большое количество просто пустых листов в клеточку. И ими я пользовалась очень активно, у меня этих пустых листов почти не осталось. Так, квартальным планированием тоже пользовалась. И дальше у нас идет календарь на месяц. Сейчас, возможно, у меня остался здесь какой-то календарь. Вообще ежедневник у меня расписанный. Как только можно. В нем нет живого места. И походу здесь нет и ни одного чистого календаря. Слушайте, как это может быть? Неужели я реально... Ой, еще одна бумажка. У меня еще не все выпало из него, когда я его поднимала. Ох, ура! Октябрь. Вот так вот выглядит календарь. Он есть перед каждым месяцем, соответственно. Потом здесь идет еще несколько страниц для разных заданий. И потом идет недельное планирование. И если у меня вообще хоть одно... Хоть одна еще неделя, не подчерканная. Есть не неделя, а два дня. Вот так вот выглядит недельное планирование. То есть на одном развороте у нас понедельник, вторник, среда, потом четверг... Все правильно. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Потом тут еще одна колонка для всяких дополнительных дел. И на отдельной странице у нас суббота и воскресенье. И после каждого... С каждой субботы и воскресенья есть пустая чистая страница, которую я тоже фактически всегда использовала. Вообще ежедневник у меня... Ну, понятное дело, ежедневник, который все время использовался, он у меня... Чего с ним только не было. Я не знаю, где... Где со мной побывали эти страницы, но, короче, черкала я его, вот, как могла. Вообще. Ну, понятное дело, на то он и ежедневник, чтобы его черкать. Вот это вот, посмотрите, да. То есть, есть такие страницы, что вообще страшно, где они побывали. Вот, опять же, уже списанное. Так, это недельное планирование. Если я не ошибаюсь, у меня это был первый такой опыт, когда были именно вот такие вот длинные колонки на каждый день. И для меня это оказалось вполне себе удобно. Вот так вот списком это все записывать. Единственное, что на протяжении фактически всего года я просто действительно писала там одно под одним, там вот одно дело, второе, третье, четвертое. Некоторые у меня есть, конечно, заполненные наполовину вот эти вот колонки. Некоторые у меня есть заполненные вот аж до самого конца. И только, наверное, вот предыдущий месяц я начала подчеркивать. То есть, написала что-то, подчеркнула, написала, подчеркнула. То есть, как бы делать такие еще дополнительные разделения. Мне кажется, что это удобно, и надо было мне начинать делать это раньше. Ну, конечно, это тоже все зависит от человека. Я не могу серьезно найти, где я нахожусь сейчас в этом ежедневнике, потому что у меня он уже конец года, и по идее должны как-то быть сзади пустые листы, а у меня и сзади все расписано. Поэтому у меня тут сзади всякие списки. Короче, пустую бумагу я использовала как только могла, и осталось ее вот у меня, видите, не так много по сравнению с тем, что здесь было. И это большой плюс, что есть пустая бумага, и можно ей пользоваться и переставлять ее куда угодно. Ну, вот и фактически в конце у меня только пустая бумага и инструкция к ежедневнику. Кстати, тоже инструкция интересная. Ну, пусть там с приколами. Короче, вот. Насчет внешнего вида ежедневника, он у меня, ну вот, как можно видеть, фактически не пострадал. То есть... И сзади то же самое. То есть он, ну, практически в первозданном виде, там, припалился немножко, конечно, но нет на нем никаких царапин, каких-то, знаете, там... Не нанесла я ему каких-то особых травм, поэтому меня удивляло, когда в прошлом году я выбирала ежедневники, и там есть возможность приобрести ежедневник с обложкой и просто внутренний блок на случай, если у вас обложка уже есть. Я сидела и думала, слушайте, а как вообще эта обложка, во что она превратится через год, но оказалось, что она, ну, вполне жизнеспособная, и можно действительно пользоваться ей несколько лет подряд. Ничего с ней страшного не случилось, поэтому это вполне реально. Единственное, что тут у меня была где-то ручка, но ее уже нет. Да, и есть место для ручки, что тоже очень удобно. Короче, могу вам сказать, что я осталась абсолютно довольна. Есть, конечно, те страницы, которые я не использовала, но мне кажется, что это мое... личная какая-то мое... неорганизованность моя в плане того, что я забывала пользоваться вот этими страницами, я понимаю, что они прикольные, они интересные, и мне даже жалко, что вот эти вот впечатления недели, да, события недели у меня... только за полгода. На следующий год я себе придумала кое-что уже в этом плане, и расскажу вам об этом в одном из следующих видео. Ну, в общем и целом я осталась довольна, и единственная причина того, что у меня на следующий год будет уже другой ежедневник, это просто потому, что мне интересно, как можно больше всего нового попробовать. Вот у меня прям, не знаю, хочется объять необъятное. Но этим ежедневником я осталась довольна, и хочу своим удовольствием поделиться с вами, поэтому в этом видео мы с вами разыграем ежедневник план Е уже на 2016 год, как ни странно. Так, и будет несколько правил розыгрыша этого ежедневника, понятное дело. Правила очень простые, условия очень простые, ничего там особого сложного делать не надо. Значит, что нужно сделать? Первое, это написать под этим видео комментарий, желательно один, где написать о мечте, которую вы хотите достичь, или которую откладывали в долгий ящик, и планирование поможет реализовать ее в кратчайшие сроки. Подумайте, что у вас такое есть, с чем может помочь вам планирование, и напишите, пожалуйста, это в комментариях. И еще два условия маленьких, это поставить лайк этому видео, и подписаться на страницу план Е, либо в ВКонтакте, либо в Фейсбуке, смотря что у вас там есть, что вам предпочтительнее, и ссылку на обе эти социальные сети вы увидите внизу, и, собственно, там же вы найдете и ссылку на сайт план Е, где можете посмотреть, какие там еще есть ежедневники, как это все вообще внутри организовано, можете посмотреть поближе. Так, конкурс стартует сегодня, 16 декабря, и продлится до 24 декабря, до 23.59, то есть, ну, до ночи 24 декабря, и 25 декабря я уже подведу итоги конкурса. Думали мы делать этот конкурс, определять победителя случайным образом, или же давать немножко другой вопрос, и читать комментарии, и самим определять победителя. Но, учитывая предыдущий мой опыт конкурса, где у меня было больше, чем 600 комментариев, я поняла, что это будет абсолютно нереально, поэтому победитель будет определяться случайным образом, и сейчас самое главное, самое важное, пожалуйста, если вы хотите поучаствовать в этом конкурсе, соблюдайте все условия конкурса. Если вы пишете комментарии, пожалуйста, пишите комментарии действительно развернуты, комментарии типа «я участвую», или комментарии «хочу», «спасибо», или как-нибудь еще что-то несвязное, к сожалению, они, если такой комментарий победит, то будет печаль. И также насчет других условий конкурса, я выберу победителя, и потом будет проверяться, действительно соблюдал ли человек все условия конкурса. И давайте не делать нехорошо и вам, и себе, вам будет очень обидно, если вы победите, и вы что-то не сделали из того, что вас просили сделать, и мне будет очень обидно, потому что мне придется разыгрывать это еще раз. Поэтому, если вы действительно хотите получить такой замечательный ежедневник, давайте будем с вами честными, будем соблюдать все условия конкурса. И что получит победитель? Победитель получит, соответственно, ежедневник план Е на 2016 год, любой на его выбор из тех ежедневников, которые будут в наличии на момент непосредственно выбора победителя. Так что у вас есть полторы недели, и один из моих зрителей получит такой ежедневник, и если вы находитесь в Украине, я думаю, что вы успеете даже получить его до Нового года. Если вы будете не в Украине, то получите вы его, конечно, чуть-чуть позже, но тоже, мне кажется, в начале января. И да, конкурс международный, не ограничен только Украиной. Все, вот такие вот у меня дела. Пишите, участвуйте. Напишите, кстати, если у вас был в этом году этот ежедневник, потому что после моего прошлогоднего видео я помню, что кто-то писал, что заказывали такие ежедневники, заодно вместе с условием конкурса напишите, как он вам там, хотя бы несколько строчек, как у вас с ним прошел этот год. Все, спасибо всем большое за внимание, удачи вам, удачи вам и творческих успехов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!